Привет, друзья! Давайте максимально расширим новости о стендап-комике Александре Долгополове, который столкнулся сейчас с такой трудорешаемой проблемой, как репрессивная государственная машина. Ему вменяют так называемую статью об оскорблении чувств верующих. Это 148-я статья УК РФ. Звучит она так. Это нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. И вот за таким, казалось бы, невинной такой формулировкой стоят очень крутые тюремные сроки и крупные штрафы. То есть, в основном, это, конечно, длительные сроки лишения свободы. И мне хотелось бы в связи с этим понять, на чем вообще вот... Что за базис, фундамент, на котором сейчас держится наше православие как основная религия в России? На чем она держится? Потому что в моем понимании, в моем понимании, религия, как и родители, как и государство и общество, оно должно закладывать фундамент в детях. Это как учили нас. Это уважение друг к другу. Это абсолютная терпимость к чужому мнению, к чужим каким-то взглядам. Неважно, политические они. Либо касаются веры, либо любых других вопросов. Это доброта, это сострадание, неравнодушие, желание помочь. То есть, вот такие чувства. Это умение прощать. Религия должна в первую очередь учить умению людей прощать. И в связи с этим хочется спросить, а что лежит в основе русского православия? Что лежит, является фундаментом? Какие ценности являются фундаментом в основе РПЦ? Потому что, если я посмотрю и вокруг себя оглянусь, у меня, конечно, не так много друзей, не так много знакомых, даже в социальных сетях, которые углублены, я бы так помягче хотел выразиться, углубились в религию. Таких не очень много, но они все же есть. Если мы оглянемся вокруг себя, то у меня наглядный пример это ВКонтакте, один из друзей ВКонтакте, это достаточно известный журналист. И если мы посмотрим его ленту, то она переполнена ненавистью, лютой ненавистью по отношению ко всем людям, которые придерживаются других взглядов, которые не разделяют его мнения, которые не разделяют его религиозных убеждений, которые не разделяют его любви к Путину и к властям, то есть, которые оппозиционно настроены. Это лютая ненависть по отношению к определенным национальностям, лютая ненависть по отношению к определенным расам. И вот такой вот кровь из глаз, это реально читаешь его ленту, это из глаз кровь идет. Это стыдно читать вслух. И смотришь на это, человек считает себя православным активистом, человек считает себя искренне верующим, поцерковленным. Также в Фейсбуке я как-то недавно, помню, пару месяцев назад выложил пост. Это был политический пост, но обычный оппозиционный, там против властей, ничего особого в нем не было, но тут же накинулись какие-то неизвестные мне люди, которые я посмотрел потом странички, какие-то странички такие очень религиозные, православие, православие, все дела, православные активисты, которые принялись оскорблять, угрожать, которые писали всякие мерзости. И, конечно, меня не то чтобы расстраивает, мне очень жаль тех людей, которые переполнены ненавистью. И очень часто я таких людей вижу как раз среди тех, кто углубился, углубился в РПЦ, углубился в наше православие, которое непонятно какие ценности, вот мне непонятно какие ценности она сейчас пропагандирует, непонятно какие ценности лежат в основе ее фундамента, в основе современного варианта веры. Поэтому давайте вспомним, далеко ходить не надо Варвара Балданаева или Баландаева, я уже сейчас не помню, надо будет уточнить. Это, если вы не забыли, православная активистка, это женщина, которая занимается росписью храмов, очень выцерковленная, верующая. И когда у нее взяли интервью, она на камеру говорила, что людей, которые выходят на акции протеста в Москве, людей, которые выходят против власти, нужно самым жестоким образом избивать цепями. И если у нее подвернется возможность, то она обязательно хочет поучаствовать в этом. И сама захочет выходить и избивать людей. Давайте посмотрим ее и кому-то освежим в память. Я за стабильность. Даже плохую стабильность. Я считаю, что это хорошая стабильность. Спасибо. Если либералы выйдут на улицы в очередной раз, я буду пиздить их цепями. Ну или же Всеволод Чаплин недавно, накануне умерший, многие ленты во многих социальных сетях моих, они пестрили сообщениями, скорбными сообщениями в связи с кончиной протеерея Всеволода Чаплина. Я на это смотрел, но, конечно, с такой непоняткой. Потому что про умерших вообще-то либо хорошо, либо ничего. Поэтому свое мнение по Всеволоду Чаплину я высказывать не буду. Просто хотелось бы для тех, кто не в курсе, передать его позицию, его жизненные взгляды. А его жизненные взгляды – это призывы к убийствам. Это протеерей, это представитель РПЦ, который пропагандирует убийства, который считает, что в убийствах ничего плохого нет, который заявляет напрямую, что некоторые люди недостойны того, чтобы жить. И они должны быть убиты. Это человек говорит не только о каких-то злостных преступниках, преступления, которых реально ужасают. И после новостей, о которых многие люди задаются вопросом, они вернут ли нам смертную казнь. Не только о них. Он говорит в первую очередь о врагах России. А кого они считают врагами России? Ну, далеко ходить не надо. Они считают врагами России меня, многих из вас. Это тех, кто не поддерживает власть. Тех, кто выступает против власти на митингах. Вот к таким людям они относятся подобным образом. И желают напрямую, желают смерти напрямую. Говорят о том, что нас вполне бы можно и убивать, как врагов России. Также этот человек оправдывал войны. Говорил, что это нормально, это правильно. Если это за какую-то там великую идею, то все хорошо и благословлял. Благословлял на это, на массовые убийства, которые проходят во время войны. Во время любой войны. И это представитель РПЦ. И у меня просто волосы дыбом. Мне сейчас приходит в голову мысль, что никто в нашей стране, никто в современной России не сделал так много для атеизма, как сделали Владимир Путин и Патриарх Кирилл Гундяев. Эти люди сделали максимум для того, чтобы современная молодежь, чтобы будущее поколение нашей страны было, стали атеистами. Ну и давайте посмотрим интервью Александра Долгополова, стендап-комика, который я взял с канала «Настоящее время», в котором Александр рассказал о том, что происходит сейчас вокруг него, как он оценивает эту ситуацию. Ну и много всего интересного. Давайте посмотрим. И я, конечно, очень расстроился, потому что это явно неприятно. Я просто выступаю, рассказываю шутки. Я не планировал быть гонимым за то, что я просто шучу. И я начал думать, что делать. И я уже давно понял, что в таких ситуациях главное, конечно, придавать это огласке, потому что ничего само собой не замнется. Наоборот, если ты молчишь, и если ты надеешься, что все как-то затихнет, этого не произойдет. И ты в таких ситуациях должен, я уверен в этом сразу же, доводить это до сведения общественности. И как минимум, чтобы быть на виду, чтобы люди понимают, что с тобой происходит. Ну это так тупо. Я как раз вот сейчас с ребятами это обсуждал, потому что это полная глупость. Я не из тех комиков, которые прямо выступают в жанре сатиры какой-то. Я говорю о том, что вижу вокруг. Но у меня никогда не было такого яростного отношения к религии или к власти. Я понимаю, что это очень сложно. Мне не нравится то, что происходит. Но большая часть моего материала это вещи про меня. И в целом, я, конечно же, понимаю людей, которые верят в Бога. И я могу объяснить себе, почему это происходит. Я абсолютно не испытываю никакой ненависти к этим людям. То, что меня действительно расстраивает, так это то, что происходит с религией в нашем обществе в последнее время. Дискриминация атеистов, закон о защите чувств верующих абсолютно несправедливые законы. Это притеснение людей по идеологическому признаку фактически. Потому что вот что происходит. Если человек верит в Бога, то у нас есть статья, которая позволяет ему садить за решетку любого, кто ему не нравится. По сути. Это несправедливо. Потому что я не верю в Бога. И если меня обижают вещи, которые говорят фундаменталисты, я ничего не могу с этим поделать. Это справедливо, когда человек обижается на то, что ты говоришь, и он может подать на это в суд. Это его неотлеваемое право. Но этот суд должен быть справедливым. И вы должны спорить, как два равных человека. А в нашем законодательстве это не так. Этот человек, конечно же, в глазах закона он наделен большими правами, чем любой другой человек. И это очень несправедливо. Именно об этом я высказываюсь. Моя комедия именно про это. Про несправедливость. И когда я говорю про религию и про символы религиозные, я не имею в виду напрямую оскорбление Иисуса или оскорбление религии. Я смеюсь именно над этими символами, над тем, насколько это важно для людей, которые считают себя христианами. Но по сути не являются ими. Потому что христиане – это люди, которые, по сути, чья жизнь строится на любви. Жизнь этих людей целиком строится на ненависти. И на ненависть, которую они прячут за этими символами, с которыми нужно бороться. Каждый раз, когда я оказывался жертвой преступления, и я просил помощь у правоохранительных органов, ничего не происходило. Я был в ситуации, когда мою жену, она возрастала жертвой домашнего насилия, и мы ходили в полицию, и, естественно, ничего не было сделано. У меня была ситуация, когда мне угрожали за шутки. Не на религиозной почве, а просто потому, что человеку не понравилась шутка про его поселок, который я рассказывал. И он угрожал мне, и он приходил ко мне на работу, на выступление, и преследовал меня. И я писал об этом, про охранительные органы, дал заявление, ничего не было сделано. К моей девушке приставал, маньяк в лифте. Ничего с этим не было сделано. И теперь кому-то не понравилась моя шутка про религию, и вот они меня ищут. Видимо, это и нужно было сделать. Изначально сказать, что отец моей шины не только ее избил, но и шутил про Бога. Возможно, тогда бы они зашевелились. Даже если мне не нравится чье-то творчество, и у этого человека проблемы с законом, из репрессивного законодательства, я понимаю, что я должен засунуть в задницу себе все свои предпочтения и поддерживать этого человека насколько возможно. Потому что я могу оказаться на его месте, что, собственно, и произошло со мной. И я уверен, что рано или поздно, если мы не будем поддерживать друг друга, то это не закончится ничем хорошим. Проблема будет. Если ты сегодня поощряешь такое отношение к другим людям, то завтра это случится с тобой абсолютно точно. И меня, честно говоря, очень расстраивает, когда люди говорят, о, может быть, стоит прибрать материал такой, поменьше рассказать, может, стоит издалека об этом говорить. И я считаю, что именно такое отношение и приводит к тому, что у нас проблемы со свободой слова. Потому что мы должны, какое бы мнение ни высказывал человек, мы должны защищать его право высказывать это мнение. Иначе общество развивается не так хорошо, как могло бы развиваться. Конечно же, есть большое количество искренне верующих людей, это не относится к ним, которые не разделяют того мракобесия, которое происходит сейчас в стране, которые искренне веруют, которые не наполнены в своей жизни ненавистью, которые уважают чужое мнение, которые любят других людей, которые готовы прийти на выручку и которые относятся к человеку одинаково, вне зависимости от его политических взглядов, вне зависимости от его вероисповедания. То есть таких людей, как, конечно же, большое количество. И это в первую очередь обращено не к ним, потому что я считаю, что искренний верующий человек, он не может, он не может писать доносы по 148 статье за оскорбление чувств верующих, потому что он должен понимать внутри, что после написания подобных, доноса он обрекает человека во многом на какое-то серьезное уголовное преследование, на какой-то длительный срок или крупного размера штраф. Ну, это не вяжется, в моем понимании, с основными базисами, на которых должна строиться религия. Это умение прощать, это сострадание, это добродушие, это искреннее желание помочь. То есть, это не вяжется с тем, на чем должна строиться вера тех, кто реально, искренне верит. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео, и всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok